Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем произведение Валерия Брюсова. В зеркале я начала очень издалека. Сперва я стала притворяться, что на смешке моей соперницы мучат меня все нестерпимее. Я доставляла ей наручно все наслаждения победой. Я тростнила в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь с немогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывая новые пытки для меня. Она изобретала тысячи хитростей, чтобы еще и еще раз показать мне, что я лишь отражение. Что своей жизни у меня нет. То она играла предо мной на рояле, мучая меня беззвучностью моего мира. То она, сидя перед зеркалом, глотала маленькими глотками мои любимые ликеры, заставляя меня только делать вид, что я тоже их пью. То, наконец, приводила мой бутвар людей, мне ненавистных, и перед моим лицом отдавала им целовать свое тело, позволяя им думать, что они целуют меня. И после, оставшись наедине со мной, она хохотала злорадным и торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял меня. На его острие была сладость. Мое ожидание мести. Незаметно, в часы ее надругались надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно ее взором. Скоро, по своей воле, я уже могла заставлять ее поднимать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала свое чувство под личиной страдания. Сила души возрастала во мне, и я осмеливалась приказывать моему врагу. Сегодня ты сделаешь что-то. Сегодня ты поедешь туда-то. Завтра придешь ко мне тогда-то. И она исполняла. Я опутывала ее душу сетями своих хотений, сплетала твердую нить, на которой держала ее волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она однажды с час своего хохота вдруг уловила на моих губах победную смешку, которую я не смогла скрыть, было уже поздно. Она с яростью выбежала тогда из комнаты, но я, впадая в сон своего небытия, знала, что она вернется, знала, что она подчинится мне. И восторг победы реял над моим безвольным бессилием, радужным веером, прорезал мрак моей мнимой смерти. Она вернулась. Она пришла ко мне в гневе и в страхе, кричала на меня и грозила мне, а я ей приказывала, и она должна была повиноваться. Началась игра кошки с мышью. В любой час я могла бросить ее вновь вглубь стекла и выйти вновь в звонкую твердую действительность. Она знала, что это в моей воле, и такое сознание мучило ее вдвойне. Но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно пиваться возможностью. Наконец. Это странно, не правда ли? Во вне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Все же в ней было что-то мое. И мне страшно было вырвать ее из явы жизни и обратить призрак. Я колебалась и не смела. Я давала строчки день за днем. Я сама не знала, чего я хочу и что меня ужасает. И вдруг, в ясный весенний день, в двор вошли люди с досками и топорами. Во мне не было жизни. Я лишала златостратного цепенения, но не видя, поняла, что не здесь. Люди стали хлопотать стекла зеркала, которое было в моей вселенной, и одна за другой души, населявшие ее вместе со мной, пробуждались и принимали призрачную плоть в форме отражений. Страшное беспокойство заколебало мою сонную душу. Предчувствую ужас, предчувствую уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия. Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его тушащих уз к действительности. Я сосредотачивала все силы своего внушения на зови, устремленным к ней, к моей сопернице. Приди сюда. Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли, а времени было мало. Зеркало уже качали, уже готовились забивать его в дощады гроб, чтобы везти. Куда? Неизвестно. И вот, почти в смертельном порыве я позвала вновь, вновь, приди. И вдруг почувствовала, что живаю. Она, мой враг, отворила дверь и бледная, полумертвая, шла навстречу мне на мой зов, упирающимися шагами, как идут на касть. Я схватила свои глаза, ее глаза, связала свой взор с ее взором и после этого уже знала, что победа за мной. Я тот час заставила ее выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоем. Медлить было больше нельзя. Ты не могла, я простить ей коварство. На ее месте в свое время я поступила иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал ее губы. Глаза расширились, как перед призраком, но она шла, шатаясь, падая, шла. Я тоже шла навстречу ей с губами, искривленными торжеством, с глазами, широко открытыми от радости, шатаясь от пьянящего восторга. Снова заприкоснулись наши руки, снова сблизились наши губы, и мы упали одна в другую, сжигаемые невыразимой болью перевоплощения. Через миг я была уже перед зеркалом, грудь моя наполнена с воздухом, я вскрикнула громко и победно, и упала здесь же перед рюмом. Ниц, от изнеможения. Ко мне вбежали мой муж, люди. Я только могла проговорить, чтобы исполнили мой прежний приказ, чтобы унесли из дому прочь совсем это зеркало. Это было умно придумано, не правда ли? Ведь та, другая, могла воспользоваться моей слабостью в первые минуты моего возвращения к жизни и отчаянным натиском попытаться вырвать у меня из рук победу. Отцелая зеркало из дому, я надолгое, на любое время обеспечивала себе спокойствие, а соперница моя заслуживала такое наказание за свое коварство. Я ее поражала ее собственным оружием, клинком, который она сама подняла на меня. Отдав приказание, я лишилась чувства. Меня уложили в постель, позвали врача, со мной сделалась от всего прежнего нервная горячка. Близкие уже давно считали меня больной и ненормальной. В первом порыве ликования я не остереглась и рассказала ей все, что за мной было. Мои рассказы только подтвердили их подозрения. Меня перевезли в психиатрическую лечебницу, где я нахожусь и теперь. Все мое существо. Я согласна, еще глубоко потрясено, но я не хочу оставаться здесь. Я жажду вернуться к радостям жизни, ко всем бесчисленным утехам, которые доступны живому человеку. Слишком долго я была лишена их. Кроме того, сказать ли, у меня есть одно дело, которое мне необходимо совершить как можно скорее. я не нужно сомневаться, что я это я. И все же, когда я начинаю думать о той, заточенной в моем зеркале, меня начинает охватывать страшное колебание. А что, если подлинное я там? тогда я сама. Я думающая это, я, которая пишу это, я день, я призрак, я отражение. В меня лишь перелились воспоминания, мысли, чувства то и другой меня, то и настоящий. А в действительности я броженого в глубине зергала, в небытие, томлюсь изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда, но чтобы растить последнее облачко сомнений, я должна вновь, еще раз, в последний раз увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там самозванка, мой враг, игравший мою роль в течение нескольких месяцев, я увижу это, и все смятение моей души минет, и я буду вновь беспечный, ясный, счастливый. Где это зеркало? Где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуться в его глубь. вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи. встречи.